Привет, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами снова на стройке каркасного дома на УШП в Белоострове. Четвертый день стройки, четвертая серия, и сегодня мы разбираем второй этаж. Сборка стен второго этажа, говорил я. В этом нет ничего интересного, говорил я в прошлом ролике. То же самое, как в... Да, да, конечно, то же самое. Короче, еще с утра вот тут была стена второго этажа, а теперь ее нет, потому что мы ее разобрали, но уже видели процесс, раскурочили. С чем связано? Связано с ошибкой в чертежах. К сожалению, человеческий фактор, короче говоря, на чертежах при стенке вот эти вот стены короткие оказались ниже, чем надо. Пришлось разобрать. Ну, в сущности, вот так оно всегда и бывает. Показательная стройка, сюжет на ютубе, трали-вали, вот это все периодически проскакивает, так или иначе такой негатив в комментариях, что это все показуха. Ну, нет, вот оно вот так вот, да, бывает, к сожалению. Это отнимет у нас, ну, минимум полдня, может, даже и больше, с учетом, что разобрать нужно не только вот эти короткие стенки, а еще... А еще и вот эту вот стену, она длинная, зараза. Эта стена в лестничном пролете, она собирается от первого этажа на всю высоту сразу. И у нее тоже промашка по высоте, ну, потому что она такая же, как у пристенков. Короче, геморрой. Что ж, не ошибается только тот, кто, как известно, ничего не делает. А мы что-то делаем, и поэтому ошибаемся. Хотелось бы, правда, порежу. Ладно, давайте перейдем к вопросам, которые вы задавали в прошлом ролике. Смотрите, по поводу герметика, которым мы мазали стыки фанеры и наносили его на лаги, был вопрос, что за герметик. Вот, герметик силиконовый, серый, универсальный. Конкретно это марки Mastertex, но роль марка роли не играет. Герметик наносится на лаги для того, чтобы избежать скрипа. Это может быть герметик, может быть клей, не суть важен даже какой, главное, что эластичный. Также стыки фанеры, это я показал, заполняются тем же самым герметиком. Хотя давайте вопросы попозже, пока с камерой от первого лица пройдемся по дому. Итак, вид от первого лица. Ну, смотрите, на первом этаже мы с вами уже были, поэтому давайте сразу на второй, вернее на то, что от него осталось. Потому что второй этаж сейчас в печальном состоянии в связи с реконструкцией, внеплановой реконструкцией. Лестница по-прежнему не... Нет, смотрите, прежде чем подниматься наверх, давайте-ка посмотрим. Вот эта стена, про которую я говорил, где будет лестница. Видите, она начинается сразу от фундамента, дальше вверх, вверх, вверх. А вот она идет аж до верха до второго этажа. И, к сожалению, эту стену тоже придется пересобрать. Вот это печальное известие, потому что маленькие пристенки переделать несложно, а вот это уже, конечно, гораздо неприятнее. Так, дальше поднимаемся наверх. Переставная лестница, трясущаяся камера, но у нас все в реальных условиях. И вот частично раскуроченный, но частично уже переделанный второй этаж. Смотрите, там ребята заканчивают новую, правильную по высоте стену. Там дальше стены у нас нет. Если говорить о планировке второго этажа, то я сейчас стою в одной из спален. Получается, что одна спальня будет здесь, вторая спальня с этой стороны. Где-то то ли по центру, да, скорее всего, по центру будет ванная комната. А вот за этой стеной хозяйская спальня. С правой стороны, по-моему. С той стороны будет кабинет. То есть вот тут вход в эту зону. Две эти комнаты, они как бы обособлены от остальной части дома. И из этих двух комнат, что нам интересно, есть выход на балкон. И из одной комнаты, и из второй. Вот тут появится когда-то окно с дверью. Откуда можно будет выйти на балкон? Ну вот давайте, собственно, торжественно выходим на балкон. Смотрим. Сейчас это просто настил из фанеры. Из фанеры. Как бы запомнить, что фанера через Е. В дальнейшем будет какое-то ограждение, наверное. Ну, не знаю, дальнейшую судьбу. Пока рано об этом говорить. Ну, в общем, вот это вот расстояние, оно у нас за габаритами дома. И над балконом будет большой свес крыши, будет опираться на мощные балки. Про это мы, конечно же, поговорим отдельно. С этой стеной, кстати, все в порядке. Она по высоте совпала со всем, с чем надо, как и противоположная. Проблема исключительно в стенах, в пристенках. Они оказались, как я уже сказал, ниже. Итак, вот это текущее состояние второго этажа. И раз уж эта речь зашла про косяки, давайте продолжим самобичевание. Хотя, конечно, кто-то, наверное, подумает, ну, зачем это все. Ну, рассказываем, как есть, чего уж там говорить. Ошибки, косяки. Вот, смотрите, интересное место, да. Стойка, стойка. Окно начинается, оконный проем, сдвоенная стойка. А вот здесь у нас раз, два и три гильзы. Три штуки. Одна это канализация, вторая ливневка. И третья, просто пустая труба. Соответственно, они должны были прийтись между стойками. Но они пришлись не совсем. Вот то же самое место, дамы и господа, с другого ракурса. Выпилена нижняя обвязка, выпилены две стойки сбоку, в таком проеме. Ну, конечно, в целом, это порнография. Че уж тут говорить. Да, этим гильзам прийтись вот куда-нибудь сюда. Или куда-нибудь туда. Но тут мы возвращаемся к вопросу точности и детализации чертежей. Этот момент просто прохлопали и не учли. По факту, как этого можно было бы избежать уже с готовой плитой? Ну, либо подвинуть окно. Но перенос вот этого окна, вот оно. Он теоретически нарушит некую симметрию фасада. Потому что с той стороны тоже есть окошко, есть дверь. Ну, и двигать это все, наверное, как бы не очень здорово. Хотя, с другой стороны, в каком месте стены котельной находится окно, если ты стоишь внутри этого помещения, я думаю, разницы особо нет. Тем не менее, как можно выйти из ситуации? Можно, конечно, оставить как есть. Все равно никто не заметит. Мол, ну и вообще, роли большой это место не играет. Оно не шибко-то и нагруженное. Но, наверное, все-таки это не совсем правильно. Поэтому в данном случае можно применить мини-скандинавский ригель, скажем так. Ну, короче говоря, просто врезать вот сюда доску, которая распределит нагрузку. Вот с этих двух стоек на соседние, на эту и на ту. Да, пускай это может быть не очень изящно, но абсолютно функционально. В общем, это место я вам покажу потом, когда сделаем, если я не забуду, если кому это будет интересно. А сейчас по поводу перекрытия был вопрос, почему не заложили сразу же шумоизоляцию, написали. Ну, утеплитель, который выполняет роль шумоизоляции. Вот давайте разберемся. Есть разница между нижним перекрытием дома на сваях и межэтажным перекрытием каркасного дома. Если мы строим одноэтажный, двухэтажный, ну, короче, каркасный дом на сваях, нижнее перекрытие мы утепляем сразу. Потому что утеплить его потом, это сложно. Расстояние от земли до нижней точки перекрытия, оно небольшое. Залезть с утеплителем под дом, конечно, можно. Ну, ползать на спине, вставлять эту вату туда, это все практически нереально, не имеет смысла. Кроме того, когда мы строим одноэтажный дом, мы кладем пароизоляцию, а сверху фанеру. То есть в случае дождя утеплитель теоретически не намокнет. Ну, либо намокнет совсем незначительно, легко высохнет. Если мы сделаем то же самое тут, наверху, сразу же положим утеплитель, то возникнет ряд проблем. Проблема номер один. Его нужно как-то поддерживать, чтобы он не выпал. То есть натянуть нитку, например. Внизу, в нижнем перекрытии дома на сваях, роль поддержки выполняет металлическая сетка, которой, конечно же, нет между этажами. Второй пункт. Если пойдет дождь, у нас нет никакой пароизоляции здесь, у нас утеплитель наш сильно намокнет. Это тоже ни к чему. Да, он просохнет, но смысла в этом большого нет. Всегда мы делаем так, что утепление перекрытия – это уже третий этап. Утепление стен, всех мест, которые нужно утеплить, это делается потом. Потолок, крыша, изнутри. Ставишь лестницу и утепляешь. Это несложно и никаких проблем с этим нет. Еще кто-то написал, что хотелось бы посмотреть на монтаж лестницы. Да, а мне хотелось бы вам его показать. Я уже говорил, что монтаж капитальной лестницы будет осуществляться в конце, когда будет готова крыша. И тогда мы с вами обязательно на него посмотрим. А еще на первом этаже, может быть, кто-то обратил внимание, появилась стопка непонятно чего. Ну, а кому-то, может, непонятно. На самом деле, это плита МДВП, заплат, шип-пас, которыми мы будем расшивать дом снаружи. Но это будет делаться потом. По поводу укосин был вопрос, почему их нет, разве с ними ненадежнее. Ну, во-первых, есть влияние укосина, которое пока что обеспечивает жесткость конструкции, пока нету плитной обшивки. В дальнейшем планируется плитная обшивка внутри гипсокартон, которого уже достаточно PSP3105 для придания жесткости каркасу снаружи. Обшивка МДВП, заплат. Официально он не является конструктивным материалом, однако все равно дополнительную жесткость конструкции дает. Если вдруг мы передумали и не хотим делать внутри гипсокартон, хотим дерево, всегда можно применить иные связи жесткости. Металлический уголок, ленту, есть решения, которые позволяют найти альтернативу деревянной укосине. В то же время можно поставить укосина все равно, дополнительно. Да, хуже не будет, но это уже некая избыточность. Тем не менее, некоторые заказчики настаивают и говорят, хотим укосина. Тогда, конечно, мы их делаем. И давайте пробежимся по остальным вопросам на ютубе, то, что понаписали в комментариях. Значит, просят взвесить полистирол. Можно будет взвесить, но не сейчас, на какой-то тематической стройке. По весу ЭППС определяется его плотность. Да, есть такая методика. Безменам некоторые взвешивают на приемке. Можно будет сделать. Хвалят выбор фанеры. Фанеры. Ладно, так. Так, так, так. И вот есть вопрос от подписчика. Пишет он, что живет на юге. И спрашивает, как установить сплит-систему, то бишь кондиционер, чтобы не было вибраций от наружного блока в каркасном доме. Ну, в нашем-то климате кондиционера мы особенно не ставим. Как вы понимаете, это все-таки некое излишество. Но, тем не менее, если захочется поставить кондиционер, есть специальные кронштейны с резиновыми такими демпферами, которые выполняют виброразвязку и не должна вибрация передаваться на конструкции дома. Ждем продолжения. Интересно было бы посмотреть лестницу. А, уже сказал, лестницу покажу. Кто-то ждет видео про приточно-вытяжную установку. Вот в этом доме планируется приточно-вытяжная установка. Но когда здесь будет третий этап, не знаю. А вот у себя буду ли показывать, я вообще соберусь ли поставить, тоже пока под вопросом. Дальше. Пишут, похоже на Земскова, только без пафоса. Это я, что ли, на Земскова похож? Ребят, нет, не похож. Не надо. Не хочу с ним иметь ничего общего. Если только с тем, который не Алексей, а Александр. Вот он строит УШП в Москве. Кстати, нас когда спрашивают, кого можно порекомендовать в Москве для стройки УШП, то Александр Земсков, Бау Билд, по-моему, у него компания. Вот это хороший человек. К нему можно обращаться. Так. Спрашивает человек, что выбрать? Каркасный дом на УШП или дом из двойного бруса на УШП? Ну, конечно, знаете, немного наивно спрашивают людей, которые строят каркасные дома, что лучше. Я, честно говоря, с технологией двойного бруса не знаком. Подозреваю, что она имеет право на жизнь. Да, существует. Возможно, это хорошее решение, если все сделать правильно. Но рекомендовать или отговаривать я, конечно же, не могу. Я бы строил каркасный дом. Ну, себе, собственно, и построил. Про герметики я ответил. Пишет человек, что хотелось бы увидеть монтаж выноса в крыше, балке. Ну, мне бы тоже хотелось. Увидим, я надеюсь, через несколько дней. Увидели бы раньше, если бы не реконструкция вот этой вот из-за ошибки в чертежах. Так, про перекрытие ответил. Предлагаю продолжать. Спрашивают, когда я приеду в Сосновый Бор. Не знаю. Во-первых, не знаю, какой Сосновый Бор вы имеете в виду. Если тот негативный, то туда я вряд ли поеду, потому что меня там никто видеть не хочет. А если дома с гостиной со вторым светом, с двумя мансардными окнами, то там работы вроде то ли заканчиваются, то ли уже закончились. И туда я, ну, наверное, после сериала съезжу, покажу, что получилось. Так. Интересно смотреть не только стройки, но и что становится с ними через 2, 5, 10 лет. Ну, конечно, интересно. Только вот не всем через 5 лет интересно показывать свой уже обжитой, обустроенный дом. Ну, вы понимаете, да? То есть, как бы не все согласны пускать людей с камерой в свою жизнь. Так. И еще спрашивают, если не секрет, какие пиломатериалы планируете изготавливать, размеры, цены, объемы? Ну, про цены сказать ничего не могу. Объемы у нас большие сильно не будут в любом случае, но какие-то достаточные строительства домов планируются. По размерам, любые ходовые размеры. То, что чаще всего используем мы, это доски 38 на 95, 145, 195, 245. Ну, короче, весь набор доски для стройки каркасного дома. Либо такой же, с размером 45 миллиметров. Это самое ходовое. А на заказ вообще-то можно напилить и настрогать все, что угодно. Про Укосина сказал, зачем мазать лаги герметиком, сказал. Спрашивают, где цена на сухую строганную доску 15 тысяч. Ну, много где, например, в кроне, где мы раньше закупались, или в пятом элементе. Только нужно за качеством следить, потому что везде с ним бывают... Бывает хорошая поставка, бывает не очень. Надо быть внимательным. Спрашивают, как нашим работникам выдавливать герметик, не тяжело ли? Что-то там про терминаторов. Ну, нет, я думаю, не тяжело. Они парни крепкие, натренированные. Парам-пам-пам. Что-то еще писали, что нижнюю доску нужно обработать маслом. Не нужно, не нужно. Вот. Ну и вроде все, новых вопросов больше не вижу. Если что-то хотите спросить, задавайте в комментариях свой вопрос. Не стесняйтесь. Вот, видите, раскурочили самую большую длинную стену. Вообще, чем хорош каркасный дом? Что в нем какие-то изменения внести в конструкцию можно чуть ли не в любой момент. Вот мы косячеры, это, конечно, плохо. Но зато разобрать, пересобрать. Тем более на этой стадии, когда еще ничего остального не было сделано, особых проблем не составляет. Ну, повторюсь, конечно, лучше бы этого всего не было. Да, лучше бы строить правильно с первого раза. Ну, человеческий фактор, ошибка и все такое, это случается. Ладно, друзья, на этой ноте я предлагаю нам с вами на сегодня расстаться и вернуться сюда завтра, продолжить разговор про второй этаж, когда он будет уже в том виде, в каком должен быть. Надеюсь, что до завтра все это уже исправится, и мы об этом неприятном недоразумении забудем. Ну, с другой стороны, может быть, даже такой сюжет получился более живым. Хотя в целом настроение-то не слишком веселое. Переделывать все целый день никому не в радость. Надеюсь, что наш чертежник, конструктор тоже смотрит YouTube и, ну, короче говоря, хорошо бы этих ошибок не было. В общем, вам спасибо, что смотрели, спасибо, что оцениваете, пишите комментарии, обязательно пишите, задавайте свои вопросы, потому что так мне проще придумывать сюжет для следующего ролика. Вот, все, спасибо и до встречи, пока. Андрей, кстати, когда узнал, что есть ошибка в чертежах, говорит, ну, так, может, сегодня не снимать, там, переделывать. Нет, у нас, ребят, все как есть. Ну, уж если что случилось, то случилось. Взялся снимать, значит, снимаю, показываю, как оно получается на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok